Я буквально претендую на откровение, потому что я сегодня в 7 утра проснулся от вопроса, который полностью разрушил мое представление об антологии, но тем не менее я очень постараюсь обозначить тему, как она двигалась, начиная с прошлой игры. В прошлой игре я не смог прорваться через группу, полагая, что один из этапов процесса онкологизации происходит по схеме атрибутивного знания. Но это достаточно отрефлексировано в предыдущих докладах, поэтому я пойду дальше и вспомню, что Вера Леонидовна плала сам процесс онкологизации на схеме «Шага развития». То есть что задавала ситуация 1, ситуация 2. Значит, ну не буду рисовать все, ну так скажем, схематично, просто показываю, что есть такие схемы. Значит, отвечу Петру Георгиевичу на вчерашний вопрос, когда он меня в такой жесткой форме спросил, а вы теорию от знаний отличаете? И, ну, конечно, в тот момент я не смог собрать арсенал знаний, но сейчас я готов, конечно, отличаю, потому что теория это про бла-бла-бла, там, по-греческому корню, ее для деятельности взять нельзя, соответственно, знания берутся для деятельности. То есть отсюда, значит, выход в логике отрицания, что антология – это то, что можно взять для деятельности, и, соответственно, то, что нельзя взять для деятельности, это в антологию не кладется. Ну, это критерий, о котором я говорил. Ну, кстати, по-моему, в других докладах тоже звучало. Значит, дальше. Вот эта фигура, которая, ну, вот такими стрелочками все-таки задает некий вопрос антологического упрошения, в процессе антологизации имеет этап реализации. То есть это этап реализации, он все-таки этап деятельности, поэтому я кладу сюда, не уточняя границы, как эти схемы связаны между собой, схему акта деятельности, где, ну, возможно, она здесь лежит, возможно, это, значит, схема акта деятельности, на самом деле, шага развития, это во всех трех местах метафори прошлого и настоящего будущего лежит, ну, вот, пока так схематично. То есть здесь у нас некий исходный материал, здесь паразлок, здесь у нас цели, здесь у нас лежат инструменты, средства, и здесь, на этом месте я хочу возразить Лиде, что антология, она не про средства, потому что средства у нас здесь лежат в отдельном совершенно окошечке. То есть здесь я могу согласиться с ней, что антология это... Сейчас, одну секунду. Это про знания, она об этом говорила. Значит, на том месте, где у нас знания, я пока вот так нарисую, ну, так скажем, кладя как гипотезу, что антология может быть знанием, здесь вот пишу, что здесь антология. Ну, не уточняя это место. Потому что, ну, на первый взгляд, в общем, так буквально брать антологию вот отсюда, ну, не хочется. То есть, возможно, там есть какой-то еще один этаж. Значит, именно она, эта антология, наполняет акт деятельности смыслом и задает цель. Потому что без антологии этот акт деятельности мертвый, как без бензина. То есть, вот для того, чтобы действовать, и Сергей об этом хорошо знает, нужно напиться этой антологией и совершать акт деятельности. Значит, здесь ответ на вопрос Михаила. А как верифицируется то, что мы попили отсюда, это антология или нет, верифицируется, на мой взгляд, тоже достаточно спорно, но следующим образом. То есть, если это дальше воспроизводится в схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры, то это антологически акт деятельности. То есть, это акт деятельности, совершенной под влияние этого бензина, или напитка антологии. А если не воспроизводится, то, как хотите, остается идеологией, теорией, ну так, вообще, ну так скажем, к деятельности отношения не имеем. Собственно, по-моему, на этом все, что я хотел сказать, значит, потому что это схема антологизации. А к схеме антологизации еще хотелось бы, ну ладно, сначала скажу о том, что приснилось. Сегодня мне, значит, приснился такой вопрос. Но вопрос об устройстве мира сейчас отвечает Яндекс. Почему Яндекс не антология? Ну, смотрите, что у Веры Леонидовны. Поисковая деятельность, буквально, да? То есть, поиск ответа на вопрос. Ресурс развития для существующих картин мира. Усложнение ответов на личный вопрос. Ну, ребят, ну, Яндекс, Гугл, хотите сюда, там, Бинк положить, там, че угодно, значит, ну, давайте не будем. Дело в том, что, ну, как бы, это меня сильно проблематизировало, потому что, на самом деле, Яндекс-то это свалка антологии, но претендует на место нового жречества. Потому что осталось, как бы, ну, сделать только один шаг, открыть службу Яндекс.Вечные вопросы и, по сути дела, обращаться к Яндексу. Ну, что люди и делают. В чем смысл жизни, задают вопрос. Там, можно ли, там, употребить, я не знаю, какие-то инструменты для этого, а не для этого и так далее. То есть, в этом смысле, Яндекс, абсолютная свалка антологий и, значит, задает нам сейчас, ну, новый, как бы, вектор ограничения. От идеологии, я согласен с Бахтуриным, отграничились, от теории, понятно, по каким критериям отграничились, но с Бахтуриным согласен в том, от чего он потом отказался. Он сказал, идеология устанавливает границы для мысли, а антология для деятельности. А поскольку выходил для того, чтобы сказать, что его антология беспредельная, в том смысле, в каком-то слове предельная имел в виду, то от границ сразу отказался. То есть, антология, это для, устанавливает границы для деятельности. Соответственно, значит, одна из функций, вернее, один из критериев, по которому надо ограничиваться, это устанавливает мир, как должное, имеет язык, задает смысл деятельности, и устанавливает границы дозвола. То есть, вот по этим критериям Яндекс отличается от антологии. Спасибо. Спасибо. Да.